Беру подходящий шаблон, размещаю его на рабочем столе, на который предварительно расстелила склеенные мусорные пакеты. Для изнанки выберу итальянскую вискозу, потому что она легко раскладывается и подходила мне по цвету к шерсти. Вискозу буду использовать вот такого красивого ежевичного оттенка. Она прекрасно раскладывается и дает хорошую ровную поверхность на изнанке изделия. Для спинки я использовала 50 грамм итальянской вискозы. Для того, чтобы раскладка была ровная и симметричная, я сложила пасму исходную пополам, хорошенько ее натянула и ровно посередине разделила. Часть пасмы пойдет для раскладки правой половинки спинки, а часть для левой. Вот от центра налево я буду исходовать один кусок шерсти, а остальную часть буду для другой половинки. Я всегда контролирую свою раскладку таким способом, чтобы не получилось так, что правая половинка разложена чуть толще, левая чуть тоньше. Чтобы также раскладка была максимально равномерной, для начала раскладываю более тонкий слой вискозы, чтобы мне определиться с толщиной моей раскладки и чтобы волокон хватило для закладки всей поверхности. Итак, завершена раскладка первого слоя и теперь оставшуюся вискозу я распределяю вновь на левой половине своей спинки. Также после того, как я разложу одну половинку, я вижу четко, насколько плотный слой вискозы должен быть и уже следующую половинку мне будет раскладывать гораздо легче и быстрее, потому что я буду ориентироваться на равномерность цвета. Все-таки вискоза контрастная и хорошо будет видно. И теперь вторую половинку я раскладываю сразу вот таким вот плотным слоем, как разложила левую половину спинки. Продолжение следует... При помощи брызгалки для валяния сбрызну всю раскладку. По низу своего изделия подбираю все пушистые края вискозы, чтобы край был ровным и четким. То же самое буду делать и с рукавами, и с верхней частью горловины. Настало время шерсти. Беру карачаевскую домашнюю шерсть 26-29 микрон и приступаю к раскладке шерсти. С шерстью поступаю точно так же, как с вискозой. Я буду использовать 130 граммов карачаевской шерсти. И чтобы раскладка была равномерной, делю на два клубочка равной части. И из одного клубка раскладываю левую половинку спинки. Из второго клубка буду раскладывать правую половину спинки. Раскладка всей спинки выполнена раскладкой козлика. Слежу, чтобы, конечно же, не было дырок, проплешин. Делаю небольшие припуски шерсти и заполняю все пространство спинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вдоль открытых срезов дополнительно выкладываю слой шерсти вдоль открытых срезов. Для притирки больших изделий я использую жесткую москитную сетку. Привожу первичную притирку раскладки. Для притирки мне потребуется жидкое хозяйственное мыло, а также я буду пользоваться кусковым мылом, как туалетным, так и хозяйственным. Продолжение следует... Подгибаю низ шерсти, чтобы сформировать ровный край. Также выравниваю шерсть вдоль рукавов и горловины. Просто подгибаю и формирую четкий ровный край. Для контроля симметрии своего изделия по центру располагаю контрастную швейную нитку. Располагаю ее точно по центру и буду валять изделие вместе с ней. Она будет служить моим контролем во время всего изготовления жакета. Для декора своего жакета я буду использовать синтетические пакистанские платки. Синтетические ткани всегда дают красивые фактуры в готовом войлоке. Срезаю всю излишнюю ткань, оставляя буквально полтора сантиметра припуска до начала рисунка, чтобы при прикрытии срезов ткани шерстью рисунок четко оставался на моей раскладке. После того, как все излишки срезаны, ориентируясь на линию симметрии, располагаю платок, распределяю его таким образом, чтобы меня устраивал рисунок. Смотрю, где происходит перегиб шаблона, чтобы рисунок располагался красиво по центру спинки и на верхней части плечей. В месте воротника срезаю лишнюю ткань, все расправляю, стараюсь, чтобы никаких складочек не было, поскольку ткань плотная и сама даст хорошую фактуру. Далее беру шерсть и нарезаю прядками по 2-3 сантиметра и теперь этими прядками плотно, хорошенько закрываю все припуски ткани. Синтетические ткани плохо приваливаются именно в самом краю и поэтому здесь нужно подстраховать себя и хорошенько закрыть край ткани, чтобы он хорошо привалялся и не было небрежной бахромы в готовом войлоке. Для декора основной поверхности своего жакета я буду использовать тот самый лен, который мы обрабатывали в одном из последних роликов. Вот так вот он выглядит. Распределяю лен в руках, дополнительно выбираю мусор, если вдруг какой-то все же остался после прочесывания и заполняю всю спинку волокнами льна, также располагаю его в верхней части горловины и в верхней части плечей. По рукавам буду выкладывать лен тогда, когда положу декор из платков. Во время того, как прядки я разбираю над столом, не над своим изделием, высыпается оставшийся мусор. Да, его все еще достаточно много, но зато в готовой раскладке на моем изделии нет никакого мусора и раскладочка очень чистая. Для надежной фиксации всех слоев раскладки потребуется виброшлифовальная машина и придется немного пошуметь. Виброшлифовальные машины обрабатываю тщательно то место, где расположила платок и там, где лежат волокна льна. Раскладку шерсти на рукавах пока что не обрабатываю. Нет смысла притирать шерсть, которая еще будет приваливать к себе в дальнейшем декор. Далее полотенцем впитываю излишнюю влагу, накрываю второй половинкой мусорного пакета, тщательно выгоняю весь воздух, запечатываю всю свою раскладку и переворачиваю на другую сторону. И приступаю к работе над полочками. Перед тем, как приступить к раскладке полочки, делаю блокиратор. Совмещаю его с линиями полочки, линиями центра и переснимаю с небольшими припусками, чтобы в дальнейшем было удобно работать. Снимаю как правую, так и левую полочки, чтобы этот шаблон можно было использовать на обе стороны. Теперь все те же самые процедуры делаю с полочками. Сначала с правой, потом с левой. Раскладываю сначала вискозу, потом шерсть и декор. На каждую полочку я разложила по 25 грамм итальянской вискозы. Я просто была ограничена 100 граммами вискозы и просто разделила достаточно равномерно эти волокна на свою раскладку. Когда разложила все волокна вискозы, сбрызнула мыльной водой и теперь вновь подровняла вдоль открытых краев. Если воды получилось слишком много, промакиваю ее полотенцем. Если мало, дополнительно добавляю из пульверизатора. И теперь припуски вискозы заправляю наизнанку. И после того, как припуски вискозы завернула наизнанку, загибаю припуски спинки на лицо вискозу вместе с шерстью. Вдоль борта раскладываю шерсть по длине волокна. Также вдоль открытого входа в рукав располагаю прядки вдоль, чтобы рукавчик собирался. Всю остальную полочку, так же как спинку, раскладываю козликом. Слежу за равномерностью раскладки, чтобы не было дыр или лишних уплотнений. На спинке я делала припуски шерсти порядка 4-5 см, чтобы был хороший перегиб на лицо. В то время как на полочке я не буду делать слишком большие выступы шерсти, буквально 1-2 см. После намокания шерсть немного расплывется. И совсем тонкие, едва заметные прядки я с легкостью заверну наизнанку, то есть на спинку. И не будет никакого большого перехода и уплотнения в боковом шве или на шве рукава. После того как вся раскладка завершена, вновь мыльным раствором промыливаю всю свою раскладку. Стараюсь избегать большой мыльной пены. Именно мыльной водой все промыливаю. И после того как все промылено, аккуратно убираю сетку и также подгибаю все края. Формирую четкий, ровный край своего изделия. Получившиеся небольшие припуски шерсти загибаю на спинку. И теперь спокойно загибаю припуск декора ткани на левую полочку. По левой полочке у меня не будет никакого большого декора. И тот самый фрагмент ткани вновь нарезаю кусочки шерсти и присыпаю их этими кусочками шерсти. Всю левую полочку и верхнюю часть рукава заполняю волокнами льна. При помощи брызгалки для валяния сбрызну всю раскладку. И совмещая центр и край борта левого, располагаю свой блокиратор для того, чтобы правая и левая мои полочки не свалялись. И теперь приступаю аналогично к раскладке правой полочки своего жакета. Также разложила 25 г вискозы, сбрызнула водой, выровняла края борта и низ изделия. Загнула припуски вискозы на спинку. Далее загнула припуски вискозы и шерсти со стороны спинки. Точно так же выравниваю край рукава, подгибаю вискозу на рукаве, подгибаю шерсть вискозы со стороны спинки. Точно так же поступаю с верхней части рукава, загибаю припуски шерсти и дальше буду раскладывать шерсть. Шерсть буду раскладывать козликом вдоль открытых краев, вдоль прядки будут располагаться. Раскладку шерсти промыливаю кусковым мылом вместе с жидким хозяйственным. После того как промылила всю раскладку, выравниваю края шерсти, подгибаю, формирую четкий ровный край. Загибаю небольшие припуски наизнанку. Вот сейчас вы видите, почему блокиратор нужен был с небольшим припуском. Как раз те самые расплывшиеся прядки шерсти вдоль открытого борта лежат именно на блокираторе, а не на левой полочке. И я легко загибаю эти припуски шерсти. Для декора этого жакета у меня полностью ушло два платка. Три четверти ушло на спинку и плечи. И теперь следующий платок я беру и подбираю подходящие фрагменты для рукавов. Располагаю их желаемым образом, конечно же слежу за симметрией. Да, фрагменты не зеркально одинаковые, но примерно подходящим образом я могу их расположить на рукавах. Половинку платка от декора рукавов я располагаю по нижнему части борта и одну четвертую, которая осталась после декора спинки, я располагаю на груди. Платочки я передвигаю и смотрю то, чтобы рисунок декора меня устраивал. Ткани на полочке располагаю встык. Когда расположение фрагментов декора меня полностью устраивает, далее кусочками шерсти присыпаю все открытые срезы ткани. Те места, где у меня ткань расположена встык, закрываю одной прядкой шерсти. Вот так вот выглядят все припушенные края ткани и по остальным пустым шерстяным фрагментам далее я буду располагать фрагменты льняных волокон. Те кусочки шерсти, которые прикрывают ткань, по ним также располагаются волокна льна. Вот так полностью заложена моя раскладка и теперь я буду тщательно обрабатывать все виброшлифовальной машиной. Припуски декора на рукавах я загну и с обратной стороны все рукава, где у меня шерстяные фрагменты, закрою также волокнами льна. Посмотрите вблизи как выглядят волокна льна. Небольшое количество вот этих соломинок все еще есть. Они вымоются в процессе валяния, но буквально несколько штук я удалю из готового войлока. При необходимости добавляю мыльной воды и хорошенько обрабатываю виброшлифовальной машиной, чтобы весь декор надежно зафиксировался на моей раскладке. Шерсть оказалась немного грубоватая, наверное 28-29 микрон и поэтому немножечко тяжеловато происходило первичное сцепление, но результат готового войлока меня абсолютно устроил. Скоро увидите готовый жакет. Далее я перевернула жакетик на спинку и перевернула припуск декора ткани на рукавах и оставшиеся фрагменты заложила волокнами льна. И тоже точно так же обработала все тщательно виброшлифовальной машиной. Проделана огромная работа. И для того, чтобы проконтролировать свою раскладку необходимо просушить ее. Для этого нужно ее куда-то вывесить и стечь в лишней воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прadow adolescence. Просматриваю всю свою раскладку, смотрю, все ли меня устраивает. Если у меня есть желание, я могу куда-то доложить какие-то волокна. Ну, в принципе, раскладка неплохо схватилась, представляет из себя слабо-слабо сваленный префельд. Но для большей надежности я все же решаю еще раз тщательно промылить всю раскладку и обработать ее виброшлифовальной машиной. Все же шерсть оказалась немного остистая, ткань для декора достаточно плотная и волокна для декора также грубоватые, поэтому теперь достаточно быстренько хорошо намыливаю всю раскладку хозяйственным мылом и еще раз обрабатываю все виброшлифовальной машиной. Чем надежнее сцепятся ваши волокна, тем легче будет вам валять в дальнейшем. Когда на поверхности ткани вот так вот четко виднеются волокна шерсти, вот теперь я точно убедилась, что вся моя ткань надежно зафиксирована на раскладке. И теперь уже я не боюсь, что в процессе активной усадки шерсти она у меня отслоится, ведь если ткань будет прихвачена слишком слабо, в процессе активного агрессивного валяния она может прям просто отойти большим пузырем. Ну, поскольку, как вы видите, достаточно часто виднеются волокна шерсти на ткани, этого не произойдет, а образуется красивая фактурная поверхность и цветы будут выглядеть как будто живые. Когда все надежно сцепилось, аккуратно вытаскиваем шаблон из шерстяной раскладки. Не раскладку снимаем с шаблона, а именно сам шаблон вынимаем из раскладки. Все же войлок еще очень слабый. Ну что, шаблончик для валяния уже свое отработал и отправляем его на покой. Собираю свое изделие в комок, в кучу и начинаю потихонечку вымешивать. Делаю 50-70 легких подмешиваний, чтобы разбилась мыльная корка и пошла небольшая усадка. Валять жакет буду, как всегда, активно и агрессивно, поэтому зрелища не для слабонервных и хорошей физической нагрузки требует это. Все же, чтобы декор не пошел большими пузырями и слишком большими фактурами, чередую процессы притирания декора. Там, где у меня большие плоские объемы, как, например, на спинке и на полочке, я притираю на столе, а какие-то округлые формы в районе плеча притираю на ладони. Особенно тщательно притираю именно ткань, волокна льна привалялись очень хорошо, и поэтому чередую процессы активного валяния и процессы валяния в плоскости. Чтобы декор привалялся во всех местах равномерно, слежу за тем, чтобы ни в каком месте он ни в коем случае не отошел. Если пошла где-то слишком активная фактура из ткани, чем на каком-то другом фрагменте, то в этом месте более тщательно работаю в плоскости. Ну а в принципе сам процесс основного валяния происходит у меня в мешке и активно, агрессивно. Слежу постоянно, чтобы была хорошая усадка равномерная по всем фрагментам моего будущего жакета. Также фрагменты ткани притираю в руках, особенно тщательно, потому что ткань оказалась немного плотноватая и шерсть немного грубоватая, как я вам сказала. Поэтому слежу очень тщательно за своим изделием, чтобы все было в порядке. В какой-то этап войлок практически перестает усаживаться, уваливаться, да и я немного подустала. И мыла становится слишком много, потому что шерсть уплотняется, вода выходит, а вот мыла в ней остается. Поэтому я иду и в тепленькой горяченькой водичке прополаскиваю свой жакет, а заодно и проконтролирую, как происходит процесс уваливания. Сразу вам скажу, что самая некрасивая фактура вот примерно на середине процесса валяния. Когда у вас ткань ровно лежит на раскладке, она смотрится ровно, красиво. Также она хорошо смотрится всегда в готовом войлоке, когда все окончательно свалено. А вот это состояние полуфабриката, на мой взгляд, самое непривлекательное. И именно в этот момент в вашу голову могут посетить какие-то разочарования. Но никогда не расстраивайтесь. Еще раз скажу, что это самый непривлекательный этап войлока. И самое главное, вам не расстроиться и довалять ваше изделие, и делать все окончательные выводы после того, как ваше изделие будет полностью готово. Даже я сейчас смотрю на свое изделие, и мне кажется, что волокна льна выглядят не совсем оправданно, как я это задумывала. Но когда я свое изделие полностью сваляла, все получилось так, как и должно быть. Роскошно, прекрасно и великолепно. И поэтому мыло я из своего жакетика удалила. Просматриваю, где что, если не дай бог, где-то оказалась дырочка, вот на этом этапе ее еще можно устранить. Просто взять ниточку в тон шерсти и аккуратненько с изнаночной стороны зашить и спрятать все узелки вовнутрь. Проверяю, как идет процесс уваливания. Нет ли где-то больших пузырей на ткани. Если на вашей ткани все же образовались большие пузыри, сейчас можно взять нитку с иголкой и просто простегать свои слои раскладки. И все еще исправится и приваляется. И я оставляю сушиться свой жакет и в сухом вине его примерю. Жакет уже достаточно хорошо подвален. Но, как вы видите, он все еще небольшой. Выглядит, как всегда, неопрятно, неряшливо, борта неровные. И, на мой взгляд, это самое непривлекательное состояние войлока. Просто смотрю и контролирую, как все у меня происходит. На изнанке также фактура еще непонятная. Вроде и не фактурная, но в то же время и не гладкая. И вот на этих оставшихся 15-20% и произойдет все волшебство войлока валяний. Далее я вновь смачиваю свое изделие. И теперь уже добавляю мыло. На этом этапе вы можете использовать практически любое мыло. Я добавляю жидкое хозяйственное мыло. Мой жакетик намочен в тепленькой, горяченькой водичке, чтобы было приятно работать рукам. Но и шерсть лучше раскрывала свои чешуйки и быстрее и легче подваливалась. Добавляю необходимое количество воды, если вдруг жакет был недостаточно хорошо смочен. И пропитываю мыльным раствором свою заготовку. И все так же активно и агрессивно буду доваливать. И в какие-то моменты уже буду добавлять процессы модулирующего валяния. Что это такое? Мы знаем, что открытые срезы садятся хуже всего. И поэтому на этих участках своего жакета я буду валять вдоль открытых срезов. Также на финальных этапах работы я люблю свернуть изделие в рулон и покатать его. Это именно уплотняет и делает полотно равномерной плотности. И если вы хотите более активно и агрессивно усадить, например, горловину или борта, рекомендую облить их кипятком, прям крутым кипятком из чайника, свернуть вот в такую вот гармошку и немного посжимать и вот так плотно поперекатывать в своих ладонях. Также вот этот вот комок можно плотно завернуть в полотенце. Периодически расправляйте и проверяйте, чтобы вы ничего не переваляли. И вот этот комочек теперь в чистое полотенце можно завернуть и очень сильно надавливая и при этом сжимая в ладонях, покатайте в полотенце. Это очень хорошо усаживает длину борта или объем горловины вашего изделия. Если же вам нужно совсем немного подровнять край, можно просто потереть его об икеевскую пупырчатую пленку, но не по длине борта, а поперек. То есть, если какие-то небольшие волны есть у вас на бортах, можно подровнять край и таким способом. И похлапывающие движения в плоскости и вот такие вот притирающие, как будто вы играете на гармошке, также подсаживают длину вашего борта. Ну что же, жакетик свален. Нужно его примерить и посмотреть, над какими еще деталями нужно поработать. То есть, где нужно произвести моделирующее валяние, чтобы борта были строго вертикальные, было хорошее прилегание горловины, ну и, конечно, чтобы все было абсолютно симметрично. Новый жакет свален из карачаевской шерсти. Также он декорирован пакистанскими платками. Ну а сам жакетик выглядит следующим образом. Очень стандартная универсальная моделька. Прямой, не приталенный. Осталось подровнять борта и пришить кнопки. Вот так выглядит приваленный платок. Очень красивая, богатая фактура. Практически незаметна стыковка этих отрезов тканей. Ну а вот так выглядит лен. Шерсть плотно свалялась, и те частички, которые оставались в волокнах льна, выдавились на поверхность. И они с легкостью убираются прям пальцами, как небольшие заноски. Ну или, если что, можно воспользоваться пинцетом или иголочкой подковырять, и легко они удаляются. Но большая часть их удалилась в процессе обработки и в процессе раскладки льна на основную поверхность. Буквально совсем небольшое количество вот таких вот растительных соринок у меня осталось. И я их с легкостью удалила. Вот такая волочная поверхность получилась. Надеюсь, вам мастер-класс был интересен, полезен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарии, как вам сантехнический лен на волочном жакете. До новых встреч, пока!